Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса. Авторы Максим Спиридонов, Вячеслав Макович. Прошли времена, когда дети мечтали стать космонавтами. Сегодня они грезят о собственных стартапах. Нужно лишь придумать суперидею, а потом быстро масштабироваться и зарабатывать миллиарды. Как Сергей Брин и Ларри Пейдж из Гугл, Джефф Безос из Амазон, Эндрю Инн и Дафна Коллер из Курсера. Истории их успеха широко известны. Бизнес-модели досконально изучены, а кейсы украшают популярные книги о бизнесе. В России тоже есть свои герои. Это основатели Яндекса, Озон Групп, Skyeng, Wildberries, Нитологии и других ведущих компаний Рунета. Их имена не так растиражированы, но именно они могут стать примером для будущих российских предпринимателей, потому что запустили бизнес и добились успеха в наших реалиях. Максим Спиридонов и Вячеслав Макович обобщили собственный предпринимательский опыт и опыт ведущих российских диджитал-компаний, чтобы помочь начинающим предпринимателям разобраться в нюансах технологического бизнеса и избежать распространенных ошибок. Они подробно рассказывают об основных составляющих технологического стартапа и ключевых стадиях его развития, дают пошаговые инструкции, формулы и шаблоны, которыми пользуются сами. Однако авторы считают, что предпринимательский опыт полезен не всем, и создавать стартап стоит только если вы хорошо понимаете рынок, на котором планируете работать, собираетесь играть в долгую, от нескольких лет до целой жизни. Мечтаете изменить мир? Эти три пункта о вас? Тогда слушайте это аудио-саммери и действуйте! Этапы развития диджитал-компании Технологические компании в процессе развития проходят несколько этапов, которые соотносятся с разными инвестиционными раундами. Каждый из этапов требует от предпринимателя нового подхода и компетенций, как будто каждый раз создается новая компания. Запуск проекта. Инвестиционная стадия. Пресид. Предпосев. На этапе запуска основатели, которые решились стать предпринимателями, и их сотрудники полны энтузиазма. Основатель несет ответственность за Формирование бизнес-модели, соответствующей целям основателей и ситуации на рынке. Создание команды, способной решить поставленные задачи и работающие за небольшие деньги. Выбор идеи и MVP. MVP – минимально жизнеспособный продукт, который выпускают на рынок, чтобы понять, есть на него спрос или нет. Привлечение финансирования. Средств основателей, внешних инвестиций и других ресурсов. Оптимизацию рисков проекта и основателей. Ключевой инсайт предпринимателя. Оказывается, я могу заниматься бизнесом. Типичные ошибки основателей. Слишком влюблены в идею. Уделяют недостаточное внимание коммерческой части проекта. Плохо разбираются в реальной рыночной ситуации и болях потенциальных клиентов. Торопятся создать полноценный продукт без подтверждения спроса. Ориентируются на слишком маленький рынок. Пытаются сразу создать крупную компанию. Их основной, а иногда и единственный мотив – деньги. Создание востребованного продукта и налаживание бизнес-процессов. Инвестиционная стадия. Сид. Посев. По завершении первого этапа продукт выходит на рынок. К нему есть определенный интерес и получена первая обратная связь от клиентов. Однако бизнес не показывает взрывного роста. На втором этапе начинается еще более явное разделение ролей собственника и одного из участников команды. Если основателей несколько, нужно разделить операционные роли и ответственность между ними. Главная задача основателя. Продуктивный анализ реакции рынка на MVP. Налаживание бизнес-процессов по созданию и продвижению полноценного продукта. Привлечение ресурсов. Формирование и поддержание настроя команды. Ключевой инсайт предпринимателя. Нужны коррективы в продукте и системный маркетинг. Типичные ошибки. Отсутствие полноценной команды и системы управления. Недостаточное внимание к маркетингу. Отсутствие гибкости в отношении формата и функционала продукта. Глухота к обратной связи по MVP. Несистемное использование аналитики. Смешение ролей собственников и исполнителей. Обеспечение быстрого роста. Инвестиционная стадия. Раунд А. К третьему этапу востребованность продукта очевидна. Есть постоянная команда из 20-50 человек. Бизнес приносит прибыль и уже привлек первые инвестиции для масштабирования и роста. Успехи компании воодушевляют сотрудников. На данном этапе основатель работает над следующими задачами. Определяет вектор развития компании. Обеспечивает компанию соответствующими ресурсами. Создает эффективную систему управления. Формирует совет директоров и оптимизирует операционный менеджмент. Развивает свои управленческие компетенции или нанимает генерального директора. Ключевой инсайт предпринимателя. Я самый крутой предприниматель на земле. Типичные ошибки. Готовность к компромиссам в отношении сотрудников. Потеря фокуса. Размывание сути проекта. Недооценка конкурентов и важности управленческого учета. Неготовность развивать в себе и сотрудниках управленческие компетенции. Укрепление на рынке. Инвестиционная стадия. Раунды B, C, D. Компания заняла определенную долю рынка. Создана стабильная операционная инфраструктура для развития. В компании более 100 сотрудников. Годовой оборот от 200-300 миллионов рублей. Скорость роста ключевых показателей снижается. Идет интенсивная работа. Основателю важно сфокусироваться на Отстройке от конкурентов и их опережении. Укреплении позиций продукта на рынке. Выстраивание отношений с действующими и потенциальными инвесторами. Проектирование стратегии развития на ближайшие 1-2 года. Ключевой инсайт предпринимателя. Я не уникален. Я повторяю путь тысяч других предпринимателей. Типичные ошибки. Недостаточное внимание к качеству сотрудников. Игнорирование трендов и опыта других компаний. Замедление процесса развития продукта. Уникальная идея. Нужна ли она? Сегодня трудно изобрести что-то уникальное. Лучше попытаться найти идею, реализацией которой вы готовы заниматься долго и у которой есть большой и растущий рынок. Проанализируйте, на что есть значительный спрос. И подумайте, какую более дешевую, удобную или эффективную альтернативу традиционным продуктам вы можете предложить. У идеи должен быть потенциал масштабирования. Строить международную корпорацию и ларек с нуля одинаково сложно. Но для первого проекта вам будет намного проще найти партнеров, сотрудников и инвесторов. Любая бизнес-идея обречена на провал без ее практической реализации и дальнейшей эволюции по ходу проверки рынком. Нередко удачные бизнес-идеи появляются в процессе работы над развитием менее удачных идей. На старте бизнеса Нитология проводила двух-трехдневные оффлайн-семинары по интернет-маркетингу и корректировала бизнес-модель до тех пор, пока не стала онлайн-университетом с трех-шестимесячными программами. Вот несколько методов поиска идей. Столкнуться с проблемой и найти решение. Найти, скопировать или адаптировать. Например, взять уже существующую разработку или бизнес-модель с другого рынка или из другой отрасли и представить ее рынку. Сделать бизнесом то, чем вы занимаетесь в найме. Преобразовать свое хобби или компетенцию в бизнес. Осознать важную тенденцию – социальную, политическую, технологическую – и трансформировать ее в бизнес-идею. Коммерциализировать свои разработки. Найти партнера с идеей. Так Нитология родилась на стыке активности Юлии Спиридоновой Микеда, которая любила учиться и не могла найти на рынке того, что ей нужно. И опыта Максима Спиридонова, который видел тренды и осознавал перспективность обучения диджитал-профессиям. Умение отказываться от идей и не отождествлять себя с ними – не менее важно, чем умение их находить. Подавляющее большинство известных проектов начинали не с той идеи, реализация которой принесла миллиарды. Первоначальная идея Google – каталог ссылок для комментирования сайтов. А WhatsApp создавался как система статусов. Основатели. Один в Digital не воин. Одному основателю сложно совмещать все необходимые компетенции. Создание и усовершенствование продукта. Продажи и маркетинг. Создание и поддержание административной, организационной и финансовой инфраструктуры бизнеса. В оптимальном варианте проект должны запускать 2-3 человека. Кроме того, основатели должны осознавать и принимать тот факт, что с привлечением инвесторов собственников станет больше. Поиск партнеров. Вы решили создать стартап. Если вы хотите найти партнера по бизнесу, то с самого начала нужно сделать ревизию своих ценностей, компетенций и того, что вы сможете дать проекту. Только после этого начинайте искать подходящего человека. Ходите на отраслевые мероприятия и участвуйте в их организации. Рассказывайте о своих планах и интересах в личной беседе и в соцсетях. Пишите письма людям, которые могут подойти для роли партнера по бизнесу. Даже если у вас нет идеи для бизнеса, общайтесь с людьми. Возможно, идея есть у кого-то из ваших знакомых или знакомых ваших друзей или коллег. Пусть как можно больше людей узнают о том, что вы готовы начать бизнес. Руслан Зайдулин работал по найму, когда захотел начать что-то новое с нуля. Он рассказал друзьям, что готов стать сооснователем перспективного стартапа. И через некоторое время получил предложение стать партнером в стартапе ДОК+. Быстрый и качественный вызов врача на дом. Через неделю он уволился. Требования к партнеру Поиск сооснователя бизнеса не менее важен, чем выбор спутника жизни. Вот основные характеристики подходящего бизнес-партнера. Компетентность и вовлеченность. Комфортность в общении и общие ценности. Умение делать то, чего не умеете вы. Знания в областях, в которых вы не слишком хорошо разбираетесь. И желание делать то, что не любите делать вы. Глубокий интерес к отрасли, в которой вы планируете работать. Прежде чем начинать с человеком совместный бизнес, протестируйте возможность совместной работы в небольшом проекте на условиях, которые позволят каждому безболезненно уйти. Определение стратегии Важно договориться на берегу об ожиданиях и целях и зафиксировать договоренности. Можно создать стратегический вектор проекта. Документ, отвечающий на следующие вопросы. Каковы ваши базовые ценности и принципы, на которых строится проект? Что вы хотите создать? Каким вы ведите проект через 5, 10, 25 лет? Каковы этапы развития бизнеса, с ключевыми показателями по годам? В чем суть проекта? Каковы ваши основные ресурсы, компетенции, технологии, финансы? Какие рыночные, технологические и социальные тенденции лежат в основе проекта? Какова ваша политика по привлечению инвесторов? И как вы относитесь к последующей продаже бизнеса? Договоренности о принятии решений и распределении долей На начальном этапе важно принципиально договориться об общей процедуре принятия решений на уровне собственников и о том, чье слово будет решающим. Обычно это операционный руководитель стартапа. Структура собственности, распределение долей в проекте, определяется исходя из вклада каждого основателя. Тут нет единственно верного варианта. Важно прийти к взаимному согласию и решить, как будет меняться структура собственности при увеличении числа собственников. Если в проекте есть ключевой основатель, на начальном этапе ему, как правило, предоставляют большую долю, например, 70%, а при привлечении инвесторов эта доля уменьшается. Также возможно зафиксировать долю под опционы для команды от 5 до 10%. Партнерское соглашение. Стартовые обязательства нужно прописать в юридически значимом партнерском соглашении. В нем должны быть отражены следующие моменты. Ключевые положения стратегического вектора. Структура собственности и ориентировочная оценка текущей стоимости бизнеса. Обязательства каждого собственника. Порядок принятия решений по важным вопросам, в том числе по распределению чистой прибыли, продаже долей. Порядок действий в экстренных ситуациях. Смерть или серьезная болезнь одного из собственников. Бездействие или невыполнение обязательств. Необходимость дополнительного финансирования. Возникновение угрозы безопасности. Сроки и порядок регулярных совещаний собственников. Операционная деятельность. Должности, роли, функционал. Вопросы, которые директор может решать единолично. Регламенты работы. Зарплата партнеров, задействованных в операционной деятельности. Особенности коммуникации. Принципы совместной работы. Алгоритмы решения конфликтов. Деньги. Где их взять? Основатели, как правило, первые и главные инвесторы своего стартапа. Они вкладывают в него как минимум свое время, энергию и отказ от менее рискованных возможностей заработать. Однако рано или поздно успешный проект привлекает инвесторов. Профессиональный инвестор помогает стартапу выйти на новый уровень. Причем не только финансово, но и компетенциями, связями. Привлеченные однажды венчурные инвестиции почти неизбежно запускают постоянный процесс фандрайзинга для обеспечения роста стоимости бизнеса и возможностей инвесторов по выходу. Фандрайзинг – стратегия сбора средств в бизнесе с помощью личных связей и из любых других источников. Этот процесс заканчивается только с выходом на IPO или продажей бизнеса стратегическому инвестору. Инвестор покупает не идею, не технологию и не команду. Его интересуют Возврат кредита с процентами Продавать потенциальному инвестору нужно тот продукт, который он хочет купить, демонстрируя, как именно он может заработать. Шансы привлечения денег многократно возрастают, если бизнес зарабатывает и может выжить без инвестиций. Работа с инвесторами – это процесс маркетинга и продаж, и начинать его стоит еще до возникновения потребности в деньгах. Качественные проекты нужны инвесторам не меньше, чем стартапам инвестиции. Для того, чтобы понимать, контролировать и анализировать бизнес, нужно понимать цифры этого бизнеса, оценить перспективность нового проекта, устранить непроверенные допущения и визуализировать развитие бизнеса для потенциальных инвесторов, поможет финансовый план, который обычно составляют на 2-3 года. Первый год планируют поквартально, а ближайший квартал – помесячно. Для более зрелых бизнесов финансовый план – инструмент прогнозирования развития компании, устранения кассовых разрывов и контроля текущего положения. Его удобно ввести в Excel. Продукт. Поэтапная разработка. Продукт должен эффективно решать задачи бизнеса и удовлетворять пользователя. Сооснователь издательского сервиса Ридеро Алексей Кулаков считает, что продукт – упакованный и масштабируемый процесс создания клиентской пользы. Клиентская польза в заданной форме производится регулярно и управляемо. Руководителю важно хотя бы в общих чертах разбираться в технологиях и принципах создания диджитал-продукта, иначе он не сможет конструктивно общаться с технической командой. Общая стратегия. Для начала нужно кратко, но емко описать стратегию. Миссию, видение продукта, включая структуру, ценность продукта, результат использования, основной функционал, информацию о потенциальных пользователях, подробные портреты нескольких типичных пользователей с социальными характеристиками, имя, возраст, пол, работа, место жительства, мотивация, цель покупки, требования к сайту, приложению, продукту и сервису, опасения, цитаты. Для обеспечения этого процесса желательно выделить продакт-менеджера, продуктолога, который будет нести ответственность за решение проблем пользователя, анализировать запросы рынка и обеспечивать их реализацию, способствовать достижению цели бизнеса. Дорожная карта продукта. Роудмэп. Проанализируйте запланированные функции продукта, чтобы понять целесообразность и приоритетность реализации каждой из них. Основные критерии. Важность для пользователей. Вспомните портрет клиента в предыдущем шаге. Финансовый эффект. Простота или сложность технической реализации. Важно определить, нужно ли вам на текущем этапе разрабатывать ноу-хау или достаточно использовать готовые решения. Для большинства проектов на ранних стадиях можно использовать готовые решения. В результате вы должны составить список функций с разбивкой по релизам, которые нужно перевести в продуктовый роудмэп. Он создаст фокус, обеспечит координацию и задаст последовательность работ. Роудмэп включает цели, функции, детализацию задач, шкалу времени, графу с датами релизов. Роудмэп можно создавать как в Excel, так и в специальных сервисах. Это не жесткое руководство к действию. Можно корректировать приоритетность, балансировать между задачами и перераспределять ресурсы внутри команды. Управление разработкой. Разработка должна вестись от простого к сложному, с возвращением к списку задач после каждого витка усложнения. Для начала нарисуйте скетчи и эскизы интерфейсов, описывающих все основные функции, на бумаге или с помощью программ Exure, Making Bird, InVision. Важно сразу подумать об отображении на разных экранах и устройствах, о масштабе. Детали и элементы дизайна на данном этапе не нужны. Получившиеся скетчи презентуйте представителям целевой аудитории. Зафиксируйте поведение людей и определите, насколько скетчи понятны для них. Это поможет вам скорректировать планы дальнейшей разработки. Затем переходите к кликабельному прототипу и его тестированию и только потом к созданию программного кода. Разработку лучше вести по спринтам. Фиксированным периодом, обычно одна неделя. Подробнее об организации спринтов в Summary Scrum. Как работать в два раза меньше, успевая в два раза больше. Работа с людьми. Найти, научить, мотивировать, удержать, уволить. На начальном этапе основатели бизнесов сами руководят проектом и выполняют операционные задачи. Однако нужно сразу строить работу так, чтобы иметь возможность передать свои функции наемному менеджеру. Создайте организационную структуру. Пропишите должностные обязанности, включающие функционал, зоны ответственности, регламент, границы рабочего дня, как быстро сотрудник должен отвечать на сообщения. Не забудьте о разделе права. Клиенты. Где искать? Чем привлекать? Как продавать? Выберите программное обеспечение для коммуникации и автоматизации бизнес-процессов. Например, общий менеджмент. Asana, Basecamp, Notion, Bittrex24. Внутренняя коммуникация. Slack, Zoom, Skype. Файлохранилища и работа с облачными документами. Google Drive, Dropbox. Управление командой разработчиков. Jira, Pyros, Utrek, Assembler, Readmine. CRM, AmoCRM, PipeDrive, Bittrex24. Задайте ритм совещаний. Ежедневные стендапы или созвоны. 15 минут. Еженедельные совещания. 30-60 минут. Индивидуальные встречи, ежемесячные и ежеквартальные совещания. С ростом бизнеса основатель делегирует все больше функций. Только так он сможет заняться стратегией и масштабированием бизнеса. Делегировать надо вдумчиво и не сразу. Сначала разобраться в задачах, которые хотите делегировать. За руку провести человека через процесс решения задачи. Терпеливо отвечать на вопросы. Когда сотрудник усвоит азы, дать ему повторить процесс самостоятельно, позволяя допускать ошибки. Постепенно давать самостоятельность, а затем полную свободу. Сооснователь онлайн-школы Skyeng Георгий Соловьев вспоминает. Самый большой рывок случился, когда мы научились брать на руководящие позиции людей сильнее себя. Мы сделали это, потому что смертельно устали микроменеджерить. Сначала мы звали людей из Яндекса и других больших компаний, заведомо считая, что там все крутые. Но это оказалось не так. Нужно смотреть на человека, а не на лейбл. Потом поняли, что схема «вот тебе деньги, приходи и сделай нам чудо» не работает. Постепенно мы научились внедрять топ-менеджеров в компанию. Обучать, совмещать их сильные качества с нашими возможностями, а не ждать от них чуда. Нанимайте только сильных сотрудников. Пока в вашей команде есть слабые игроки, они будут негативно влиять на общий результат и демотивировать сильных коллег. Увольняйте слабых, чтобы сильные работали на полной мощности. Маркетинг и продажи Качеству маркетинга и продаж нужно уделять не меньше внимания, чем качеству продукта. Потому что даже гениальный продукт – ничто без умения его продать. Изучайте практику конкурентов и опыт успешного маркетинга, нацеленного на вашу аудиторию. Привлекайте к разработке плана маркетинга, компетентных специалистов и сами развивайте маркетинговые навыки. Написание текстов, работу с таблицами, вычисление конверсии и необходимых бюджетов. Перед запуском первой кампании сделайте следующее. Определитесь с механизмом сбора лидов. Людей, продемонстрировавших интерес к теме. Обычно контакты потенциальных клиентов в диджитал-проектах собираются через одностраничный сайт или страницу сайта, которая должна демонстрировать ценность, вызывать доверие и побуждать совершать целевое действие. Выберите инструменты привлечения. Таргетированная реклама в соцсетях, контекстная реклама в поисковых системах, реклама в целевых сообществах и у блогеров, поисковая оптимизация сайта, холодные звонки или письма, рассылки по своей базе и базам партнеров, реклама в СМИ, участие в мероприятиях, сарафанное радио, инструменты личного брендинга. Своя база, похожая аудитория, механизм look-a-like, читатели определенных СМИ, целевые запросы для контекстной рекламы. Создайте простые и понятные рекламные креативы. Используйте элементы предпродажи и удержания аудитории. Ценные рассылки, посты, вебинары. Настройте и контролируйте аналитику, особенно показатели РОМИ, возврат на маркетинговые инвестиции, соотношение расходов на продвижение и доходов. Он должен быть меньше маржинальности. Постоянно тестируйте новые гипотезы. Системные продажи не искусство, а технология, которая включает следующие действия. Назначение человека, ответственного за продажи. Описание этапов продаж. Подготовка коммерческого предложения, согласование условий, заключение договора, получение денег. И формулирование для них целей. Настройку инфраструктуры. Это может быть облачная таблица, но лучше сразу работать с CRM. АМО-CRM. Пайп-драйв или Битрикс-24. Предварительное создание и сбор в одном месте необходимых материалов. Шаблоны писем. Скрипты продаж. Прайс-листы. Презентации. Коммерческие предложения. Создание прозрачной системы мотивации. Большая часть зарплаты должна зависеть от результатов продаж. Составление подробных инструкций для продавцов. По работе с клиентом. Контролю оплаты. Работе с CRM и так далее. Построение системы управления продажами через показатели KPI. Конверсию продаж. Соотношение покупателей к общему числу потенциальных клиентов. Промежуточную конверсию между этапами продаж. Длину сделки. 10 лучших мыслей. Создавать стартап стоит, если вы хорошо понимаете рынок, планируете заниматься этим бизнесом долго. От нескольких лет до целой жизни. Мечтаете изменить мир. Технологические компании проходят несколько этапов. Каждая из которых требует от предпринимателя нового подхода и компетенций. Оптимально, когда у стартапа 2-3 сооснователя. Одному человеку сложно совмещать работу над продуктом, продажей и маркетинг, создание и поддержание инфраструктуры бизнеса. Идеальный партнер комфортен в общении. Разделяет ваши ценности. Обладает знаниями и компетенциями, отличными от ваших. Глубоко интересуется отраслью, в которой вы планируете работать. Уникальную идею найти сложно. Куда проще и реалистичнее адаптировать существующие ноу-хау под новый рынок. Упростить, удешевить, улучшить. Для большинства проектов на ранних стадиях можно использовать готовые решения. Стартовые обязательства партнеров нужно прописать в юридически значимом партнерском соглашении. Основатели часто становятся первыми инвесторами своего стартапа. Но для вывода бизнеса на новый уровень нужно привлекать профессиональных инвесторов. Разработка продукта должна вестись от простого к сложному, с возвращением к списку задач после каждого витка усложнения. Системные продажи – не искусство, а технология.